Еще один источник бесплатной чистой энергии появился в Национальном парке Водлазерский. По международному проекту «Зеленые решения для природоохранных территорий» на базе экологического лагеря «Калипса» установили солнечную энергосистему. Теперь никаких дизельных или бензиновых генераторов, только энергия солнца, что особенно важно для удаленных от цивилизации мест, где нет централизованного энергоснабжения. Экологический проект подготовлен российскими и финскими специалистами и реализуется на четырех объектах. Три из них находятся в Карелии. Юлия Кучеренко расскажет подробнее. От центральной усадьбы Водлазерского парка в Куганаволыке до Великострова добираемся по воде на катере «Сапсан». В этом году экологический лагерь «Калипса» не принимал детей. Ситуация с коронавирусом не позволила это сделать. Однако работам по проекту «Грин Сол» это не помешало. Это солнечные панели. Они появились здесь, на Великострове, в Водлазерском парке в этом году. Теперь сюда пришло экоэлектричество. Солнечные панели не загрязняют окружающую среду. Солнечные модули полностью обеспечивают энергопотребности экологического лагеря, освещение, работу электроприборов хозяйственного и коммуникационного назначения, а также устройства безопасности. На западном берегу Водлазера есть туристская база «Октома» – еще одна точка, где применяют зеленые технологии. Восемь солнечных панелей и шесть аккумуляторов позволяют полностью обеспечить электричеством популярное туристское место. Так называемая «зеленая энергия» будет работать для освещения, зарядки гаджетов туристов, работы камер видеонаблюдения, лесохранитель и работы Wi-Fi. Период активной эксплуатации такого оборудования – семь месяцев в году. В остальное время будут использовать резервные источники питания – бензогенераторы. «Экономический эффект прямой в некоторых случаях, потому что, например, на наших дальних участках, там, где нет электрических сетей и каких-либо других источников, это стопроцентный источник. То есть другого просто там и быть не может, кроме вот этих вот бензо- или дизель-генераторов. А вы сами понимаете, при сегодняшней стоимости топлива любой литр, извините, бьет по карману». Визит-центр Национального парка Водлазерский обогревается также с помощью современных зеленых технологий. Там даже вода греется от солнца. Год назад в визит-центре в поселке Куганаволок установили тепловой насос и энергосберегающую вентиляцию. Тепло получают буквально из воздуха. Точнее, эти агрегаты не вырабатывают тепло, а переносят его из окружающей среды. Потребляя 1 кВт электричества, тепловой насос выдает 5 кВт тепла за счет давления, которое создает мотор-компрессор. Проект «Грин Сол» реализуется уже два года на средства Евросоюза 50% России и Финляндской Республики по 25% вложений. Ведущий партнер проекта – Петрозаводский центр энергетической эффективности. «Мы очень хотели попробовать впервые в Карелии, как работают тепловые насосы. Тепловой насос достаточно дорогой инструмент для получения тепла, тепловой энергии. Но когда проходит какое-то время, вы понимаете, что тепловой насос экономит огромное количество электроэнергии, которую мы обычно затрачиваем на отопление помещений». На финской территории проект реализуется на острове Арьян-Сааре. С российской стороны, кроме национального парка в Адлазерске, участвуют также заповедники Кивач и Костомукшский. «Мы установим арт-резиденции Костомукшского заповедника, солнечные панели. И теперь это место тоже будет обеспечено электроэнергией. Оно находится в отдалении от города. Там нет никаких сетей, и поэтому теперь там появится электричество». «Сам смысл альтернативных источников и сам смысл нашей территории, заповедника, они почти одинаковые. То есть основная цель – это сохранение того биоразнообразия, точнее той экологии, которая сейчас есть. То есть мы не нарушаем его, а наоборот используем те природные ресурсы, которые есть». Чтобы улучшить комфорт гостей и работников охраняемых территорий и при этом не навредить природе, зеленые технологии планируют развивать и в других парках и заповедниках Северо-Запада.